коллеги привет это очередной выпуск новостей на лучшем канале для бухгалтеров здесь ценят вас и ваше время поэтому немедленно секунды начинаем очередная антикризисная отсрочка уведомить сотрудника о переходе на электронные трудовые книжки надо до конца октября крайний срок перенесли с 30 июня на 31 октября 2020 года включительно также работодатель теперь праве сам решить какими способами будет уведомлять сотрудников о выборе формата трудовой книжки выбранный порядок нужно установить в локальном нормативном акте уведомлять сотрудников можно ну например в письменной форме также можно отправить сотрудникам электронное письмо если оно подписано цифровой подписью или обычно скан копию документа который подписали от руки может можно без документов как нибудь так прокатиться центробанк наконец начал отвечать на вопросы бухгалтеров про коды которые нужно ставить зарплатных платежках с 1 июня 2020 года пока кода всего три 1 2 и 3 это необходимо чтобы банк понимал с каких доходов можно удерживать деньги по исполнительным листам а с каких нет к примеру код один самый распространенный ставит при перечислении зарплаты и других доходов с которых можно проводить удержание получается что на выплаты с разными кодами придется оформлять отдельные платежки да именно так это подтвердил и центробанк своих разъяснениях даже если раньше без проблем перечисляли сотруднику зарплату вместе с уточными на предстоящую командировку больше так сделать не получится а примет ли банк платежку на выплату дохода физику вообще без кода да примет если все остальные реквизиты заполнены верно другой вопрос можно ли отозвать платежку на зарплату с неправильным кодом да можно отозвать платежку можно до наступления без отзывности перевода денежных средств то есть в общем случае до момента списания денег с банковского счета плательщика обратите внимание образцы платежек заполненные с учетом всех новых правил всегда можете найти системе главбух и журнале главбух чувствую день сегодня будет просто прекрасный до конца года налоговики не вправе проводить кассовые проверки ну что готовимся к тотальному обналу и анархии конечно нет налоговики своего не упустят как нам сообщили фнс хоть сейчас компании и не штрафуют но информацию на решениях собирают к примеру на неведучу чека может пожаловаться покупатель как только мораторий снимут налоговики проверят эту информацию и оштрафуют компанию или предпринимателя ведь срок давности привлечения к ответственности за нарушение по ккт один год поэтому будьте внимательны при работе с кассой а кассиров предупредите отсутствие проверок не повод расслабиться пакетик нужен нет спасибо товар по акции желаете нет карта магазин есть нету оформить хотите нет это пять минут вы мне просто помидоры пробейте регионов в которых можно стать самозанятым станет больше когда новый режим налогообложения только вводили он действовал в четырех регионах затем закон дополнили и с 1 января 2020 года общее число выросло до 23 а с 1 июля порядок упростили теперь не нужно ждать когда внесут поправки в закон достаточно чтобы решение введения налога на профессиональный доход на своей территории приняли региональной власти большинство регионов уже воспользовались этим правом россия моя россия это все новости на сегодня подписывайтесь на наш канал чтобы не пропустить очередной выпуск информация по всем изменениям также всегда ждет вас системе главбух даже если вы не являетесь нашим клиентом можно зарегистрироваться и посмотреть все материалы по дему доступу заходите смотрите пользуйтесь